Большинство из вас, я сейчас абсолютно не понимаю, при чем же здесь, собственно говоря, основная теория марихметики. То есть, какое отношение то, что я сейчас вам рассказал, имеет к разложению на множестве. Оказывается, что если внимательно проследить за алгоритмами клиентов, шагами клиентов, то мы с вами можем получить очень важную теорию. Давайте я, если нумеровать, пишу левый 4. Для любых натуральных чисел i, для любых натуральных чисел i, их наибольший общий делитель представим в виде и представим в следующем замечательном виде Ах-бэйк где x, y Если честно, можно написать целое, можно написать натуральное Ну, давайте я отпишу целое Хотя, совершенно, наверное, запросто мог бы это написать натуральное Мол бы это все равно и все верно Дело в том, что если вы к x прибавляете b, а к y прибавляете а то, что в этом увеличиваются, а с этой разностью ничего не происходит Так что, запросто, даже если у меня какое-то число будет отрицательное, я все могу изменить Смотрите, замечательный факт Наибольший общий делитель Это какая-то линейная комбинация чисел а и b Я сейчас мог бы... Молодой человек, начальник Да, просто вы выключились, да? Если вы смотрите, тематика, но последовательная Нет, тематика выключилась Если бы вы в этот момент честно для себя приняли бы решение, встали, ушли То вы бы научились тематика Потому что первое решение нужно честно Вот если бы вы поняли, что да, я перестал понимать А вы же как? Вам кажется, что можно понять половину из суждений Нельзя Либо вы понимаете всю конструкцию целиком Либо вы не понимаете ничего Огромное количество людей, учат математику годами Учат, 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 учат Им кажется, что они что-то поняли На самом деле они не понимают, почему Именно из-за этого Из-за того, что есть ощущение, что А вот я этот момент не понял Пойду дальше Не получится Трудность надо преодолевать А в тот момент, когда возникает трудность Кстати, ребята, это страшная штука Из нити интернет-общества Дело в том, что Так в смешном виде Я это узнал на летней школе Один лет назад Когда был замечательный учитель русского языка Классный руководитель СССР Он им привез на летнюю школу в качестве отдыха Надеялся, что получится по вечерам Несколько дисков с фильмами Которые по программе Надо было посмотреть Ну, посмотрят фильмы Классику Хорошие фильмы Заодно ознакомятся С его театровыми произведениями Ну, пусть не прочитают Хотя бы так Отлично Объявляет Вот во сколько-то мы будем смотреть Такой-то фильм Приходит один школьник Из 20 возможностей На следующий день А давайте мы будем смотреть Такой-то фильм Приходит или никто Или один, или два Но почему-то Они у него просят Пожалуйста Пожалуйста Дайте диск Он удивляется А почему вы хотите Чтобы я обязательно Дадал вам диск Он даже как-то давал Почему вы берете диск Из благодарности возвращаете А вот когда я объявляю Что давайте мы все вместе Сядем на него Экрана Посмотрим Не приходите Ответ знаете? Да Какой? То, что будет отвлекать Шуметь постоянно Отвлекать, шуметь Настоящий ответ? Можно выкладывать Да что можно? В интернете выкладывать В интернете выкладывать Вообще-то это было Более-менее в лесу Да Нет, интернет И вообще ни при чем Настоящий Что? Остановить нельзя Так-так-так На самом деле не остановить А что? Перемотать 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 Как человек В современности Смотрит власть Берется фильм Четыре часа Тих Так Жив 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 Ух ты Уже внесли Все Значит убили Прошло десять минут Четырех часовых фильм Просмотрим Все легко А все вот эти вот Переживания тонкие Все вот это Не надо Не надо Не надо Не надо Вот Понимаете Когда человек Включает Несколько Сточек информации Одновременно Ему кажется Что он потребляет Все На самом деле Он потребляет Ничего Потому что Он не задумывается Недалья Одним из них Ребят Я призываю вас К тому Что вот После сегодняшнего дня Прийти и Прочитать текст Потому что Я уверен Что большинство Из вас Уже выключились И уже не понимают Я сейчас повторю все Но Толк не будет Только когда Прочитаете И задумаетесь Только тогда Будет то Так вот Я сейчас Делаю следующую вещь Сформулировал лему Четыре Для любых Натуральных Чисел А и Б Наибольший Общий делитель Представим В виде Комбинации Самых Чисел А и Б Значит Посмотрите Доказательство Такое В некоторый Момент Когда я Вот Применяю Самые Понятно Что у меня Числа Все время Улучшаются В некоторый Момент Я до чего даю До того Что Р Станет равно нулю Согласны? Наибольший Общий Делитель Нуля И Б Это сколько? Ноль Неправда Нисколько Б Это не нисколько Б Самое большое число На которое делится И ноль и Б Это конечно Б Потому что ноль делится На все угодно На что угодно А вот Б Больше чем на Б Ни на что не делится А почему? Что если ноль умножишь Хочешь на ноль Хочешь на ноль Хочешь на две тысячи тринадцать И Прибавишь Б Б Умноженное На один То Будем Б Ну вы конечно скажете Что у меня надо Б Вычитать Ну и ладно Ноль умножить на две тысячи Одиннадцать Минус Б Умножить на Минус Один Это В общем все В таком случае Наибольший Общий делитель Является Умнение комбинацией Делительных числов А дальше Надо двигаться Я сейчас все это объясню А дальше Надо двигаться В алгоритме Назад И идея Такая Если Для этих Двух чисел Для чисел Р и Б Утверждение Было верным То Тогда Оно на самом деле Будет верным Для А и Б Объясняю Представьте себе Что у нас Д Это Сколько то там Р Минус Сколько то Б Вы берете И в это Равенство Вместо Р Подставляете Форму Для него Огромная просьба Вместо Р А Минус Б Вместо После Раскрываем Скопки И получаем Следующее Ах Минус Б Которая Умножена Вместо 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 Число Д Представлялось Через эти Числа То Оно Представляется И через числа А Все Возникающие Тихо Тихо Таким образом Если Двигаться В алгоритм Вет can Начинает В больших Чисел И упрощая Упрощая Доход А Дальше Надо Назад Двигаемся И у нас как раз все получится.